Поставили на место, но иногда такое надо. Я думаю, что 7-1 это много. Я всегда буду Шевченко поддерживать, как и Реброва, кстати. Не будем об этом. Почему? Ничего, КС Дудна. Что, Немченко выиграли? Что, да. Мы же выиграли в 45-м. Лучше проиграть один раз 7-1. Они должны порвать немцев. Народ, всем привет. Меня зовут Дмитрий Рул, это канал СпортАрена ТВ. И мы пригнали на НСК Олимпийский в преддверии матча Украина-Германия. Йохим Лев сказал, что даже невзирая на большой процент инфицированных ковидом в Киеве, его радует, что матч пройдет со зрителями и всегда приятнее играть, когда на трибунах есть люди. Андрей Шевченко его в этом поддержал. Помимо этого, тренер Маншафт сказал, что даже невзирая на поражение Украины от Франции с счетом 7-1, его команду ожидает очень тяжелый матч. И он, кстати, выделил троих. Малиновского, Зинченко и Ермоленко у нашей команды. Андрей Шевченко сказал, что на такое крупное поражение от Франции очень сильно повлияла ситуация с ковидом, что постоянно нужно было сдавать тесты, и это реально отвлекало. И даже невзирая на это, он сказал, что у него был очень серьезный разговор с командой, что 7 мячей от Франции это реально много. И что он ждет ответную реакцию команды на его слова. И что в матче против Германии реально очень многое будет решать психологический настрой его команды. Значит, новость хорошая, что пришли результаты тестов. Значит, и у нас все хорошо. Значит, никто из игроков не выпадает. В первую очередь у меня состоялся серьезный разговор с ребятами. Несмотря на ту ситуацию, в которую мы попали, все-таки игроков, которых мы вызываем, они должны брать ответственность за свою игру. Значит, я думаю, что 7-1 это много. И это очень много. Поэтому такой серьезный разговор у меня с ними состоялся. Значит, посмотрим на их реакцию. Андрей Шевченко признал, что сборная Украины пока что не может играть первым номером с грандами. И нужно постоянно перестраивать. Ну, если вы внимательно игры смотрели, то могу вам сказать уже с Испанией, с той же Швейцарии, с той же, значит, Франции, значит, мы не играли первым номером. То есть мы сегодня не в состоянии конкурировать с этими командами, если мы не имеем нашу лучшую команду. И то, имея даже лучшую команду, мы все равно должны перестраиваться. Значит, первым номером играть, я думаю, с такими грандами нам тяжело. Ну, играть в футбол, играть за счет наших принципов, мы от них отходить не будем. А наши принципы – это средние короткие передачи, это выход из обороны. Будем пытаться выходить, значит, за счет передач. Нет, значит, будем искать другие. У нас есть варианты на завтра. Помимо этого, я встретился с легендами и бывшими футболистами сборной Украины в том числе, которые оценили прошлую игру сборной Украины и попробовали дать прогноз на матч с Германией. А как вам последний матч сборной? Я думаю, как и всем. Весело? Поставили на место, но иногда такое надо. Но я думаю, что сейчас еще и вот этот октябрь, как я его назвал, очень веселый будет для всех, для нас. И для журналистов, и для сборников. И для Андрея Шевченко тоже проверка, я так думаю. Так а как вы думаете, больше сыграл сам факт уровня сборной Франции или ковид все-таки не помог? Да тут и ковид, и, ну, ты понимаешь, тут же как скидка по поводу того, что чемпионы мира. Но я считаю, что надо со всеми играть достойно. Еще есть две игры, ну, посмотрим. Я думаю, с испанцами тоже будет сложно. С немцами, ну, со всеми сложно, потому что тут уже реально другие команды уже. Это уже не Литва, так что тут. И как раз и показали, кто что, на что способен. Евгений, еще вопрос у вас. Ну, издеваться я не собираюсь, так что я всегда буду Шевченко поддерживать, как и Реброва, кстати. Друзья, обидеть художника может каждый, рассказать ему, почему он не прав, и объяснить, как нужно правильно сделать, далеко не все. Вы можете сейчас закидать камнями сборную Украины, сказать, что немцы закладят им пять мячей. Но это будет слишком легко, и я не думаю, что так будет. У компании Фабет есть много вариантов на этот матч, и мой прогноз, обе команды забьют. Ну, неприятно, конечно, но нам показали просто, ну, даже не уровень, а, знаешь, вот, ну, разницу. Потому что мы, ну, и даже я, в частности, буду за себя говорить. Я, в частности, когда мы выиграли Лигу нации, я тоже говорил, что вот, мы уже в топе, топ-сборная, да? Ну, видно, что, да, у нас хорошая команда, но вот до вот этих сборных, где вот большая пятерка, вот эти чемпионаты Германия, Испания, Италия, Франция, то видно, что есть разница. Далеко еще. Разница, конечно, ну, во всем. Детский, юношеский футбол, организация, там, массовость, привлечение, там, вот этот ажиотаж, который, реклама, все-все-все, это, конечно, ну, разный левел, поэтому вот эта разница, она и сказывается на футбольном поле. Потому что больше всего, знаешь, даже, что расстроило, что видно, что наши играют так, ну, если не максимум, то, ну, какой-то есть предел, да, вот, Франция показала его. А Франция, мне кажется, даже играла. На 60%. Я думаю, да. Ну, конечно, надо отметить тот факт, что, ну, голы нам залетали, тоже согласись, там, Журух забил, там. С одного касания. Да, ну, не с одного касания, ну, то есть, все думали, пас будет давать, пробил, там. Первый был. Да, поэтому. Гризман с рикошетом. Да, да, как бы ясно, что, наверное, мы не заслуживали 7-1. Анатолич, а как вам последний матч сборной Украины? Не будем об этом. Почему? Ну, потому что пусть готовится к следующему. Больно? Ну, как бы, блядь. А как думаете, почему так произошло? Потому что команда, нельзя расслабляться, нельзя бежать вперед, чем было. Уже проигрывайте, там, ну, уже держите мяч уже. А раскрылись, и такие дырки появились, что это вообще уже было. Ну, говорят, вот популярное мнение, что из-за того, что основа Шахтера не играла, и поэтому такие разрывы были. Один уже другой вариант. Так как игроки сейчас все будут уставшие, будет тяжело. Виктор Владимирович, как вам последний матч нашей сборной? Чтобы не плакать, я смеялась. Ничего, КС до дна. Нагадаю, что реализовали и поддерживали благодетный мальчик Самоукраинская асоциация футбола. Ну, с немцами нужно будет реабилитация, да. Тоже, нужно было не проигрывать. С САТО вы начинаете убивать эту сборную. Что вы ее убиваете? Ты про какую? Про Шевченко или про сборную журналистов? Сборную Шевченко. Что, думаешь, не все так? Ну, проиграли. Ну, проиграли, если что-то. Конечно. Да. Это же, спасибо. Так было задумано. Думаешь, немцев выиграют? Немцев? Да. Что, немцы не выиграют? Что, да. Мы же выиграли в 45-м. Все. Правильно, Варь? Ну, конечно. Завтра 2-0 наше выиграют. Все. Поедут немцы за мной. Ну, я так думаю, прежде всего, наверное, больше психологически. Ну, в такой атмосфере, как готовиться к матчу тоже тяжело. Когда твои коллеги, товарищи, там, с подозрением на заболевание какое-то, это очень, наверное, вносится определенную нервозность. Все мы люди, человеки, понимаем. Ну, а как вы считаете, вот многие тоже критикуют Шевченко за то, что он, ну, одно дело играть против Словакии и Чехии в открытый футбол, а второе дело против чемпионов мира и против Испании вот в предыдущем матче. А кто? Сыграли в открытый футбол и получили 11 мячей. Ну, а кто это критикует? Люди, которые смотрят футбол и с кружкой пива дома или где-то в баре. Сютчинка. Главный тренер, он определяет, как ему играть, как решать. У него свои задачи и свое видение. И никто не знает планы, подготовки, как он через эти игры подходит к каким-то определенным, другим, нужным играм, важным. То есть вы думаете, что трагедию пока что делать не стоит? Не нужно вообще делать никакой соревнования. Лучше, как я говорил, великий человек. Лучше проиграть один раз всем один, чем всем раз один. А какой великий человек это говорил? Вы знаете. Валерий Васильевич? Да. Ну, тяжело. Плюс было бы не так тяжело, наверное, если бы вся обойма была. Но я надеюсь, все равно там тренерский шетап у нас хороший. Они перестроятся. Я думаю, сыграем построже. Потому что в атаке мы, кстати, неплохо выглядели. Моменты были. Да, моменты были. Я надеюсь, что построже сыграем. Ну, есть объяснение. Ребята, первый раз, большинство дебютировало. Очень тяжело играть сразу на таком уровне. Но с немцами все-таки должно быть попроще. Их тоже сейчас так колыхает. Мы тоже много пропускаем. Да, они тоже теряют очки. Они как-то так к Лиге наций так относятся. Несерьезно. Да, несерьезно. Поэтому, ну, хотя Лех сказал сейчас, говорит, мы только приехали побеждать. Ну, я думаю, надо чуть-чуть быть подисциплинированней, я думаю. Заставить чуть-чуть нервничать. Я думаю, что способны, ну, как минимум не проиграть. Они должны порвать немцев. Да ладно. Такая тактика была. Проиграть, заманить, расслабить. А завтра показать. Где раки зимуют. Да ладно. Думаете, так и будет? Конечно. То есть Андрей Шевченко атакует? 2-0 нашу пользу завтра. 2-0? 2-0. Серьезно? Смело. Ну, а так же. Это же тактика была такая. 7-1 проиграть, расслабить команду. Друзья, вы пишите в комментарии, как сборная Украины Андрея Шевченко сыграет со сборной Германии. Читай эксклюзивные интервью и крутые авторские материалы на сайте SportArena.com Все просто. Пишешь в поиске SportArena и заходишь на сайт SportArena.com А если еще не подписался на наш YouTube канал, обязательно сделай это.